Здравствуйте! Меня зовут Сергей Стариков. Вы смотрите обзор происшествий за минувшую неделю. Днем, в субботу 17 октября, в поселке Южный, Скуратово, было совершено нападение на почтальона. По имеющимся на настоящий момент данным, преступление было совершено неподалеку от дома номер 30, на улице Клубной, где располагается детская школа искусств номер 5. Двое преступников подкараулили женщину почтальона, плохо просматриваемого со стороны мести, избили и похитили сумку, в которой находилось около 400 тысяч рублей. Найти преступников по горячим следам не удалось. Возбуждено уголовное дело. Поздно вечером, в воскресенье 18 октября, в КВД на первом проезде Марины Роскова в Туле, один из пациентов захватил в заложнике беременную женщину. Персонал попытался провести переговоры, но вооруженный осколком стекла дебошир заявил, что если к нему приблизиться, то он убьет женщину. После этого на место происшествия вызвали полицию. По предварительным данным, каким-то чудом заложнице удалось воспользоваться неадекватным поведением злоумышленника и сбежать, после чего его блокировали в туалете. Оказавшись без живого щита, мужчина начал наносить себе беспорядочные удары осколком стекла. Как удалось нам выяснить, дебошир сдался лишь после того, как увидел направленные на него автоматы сотрудников полиции. После оказания первой медицинской помощи, мужчину доставили в психиатрическую больницу. Кстати, задержанный находился на лечении в КВД около месяца. Его собирались выписать 19 октября. 21 октября на улице Ленина в Туле произошел серьезный пожар. В результате происшествия один дом выгорел внутри, а у другого дома сгорела кровля. В 12.55 включил сигнал по выгоранию жилого дома по улице Ленина, дом 9. Прибытие расчета было обновлено, что это устоит горение в высокотажном доме. Огонь перешел на кровлю второго дома. Рамок пожара был поднято 1-го бит. На месте работы вот этой отделения, 20 профильного состава. Все работало 8 столов. Ползависимы 2 из 6 вознажений пожарных. Организованы взаимодействия с заслужбами ГИБДД, полиции и электроцепрессии. Напомню, если вы стали очевидцем происшествия, не можете найти справедливости или хотите рассказать свою версию о каком-либо происшествии, звоните по телефону, который вы видите на своем экране. На этом все. Берегите себя и своих близких. До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok